А в Пензе построят храм в честь блаженной Матроны Московской. Об этом рассказал глава Пензенской митрополии Владыка Вениамин на Епархиальном собрании духовенства, посвященном итогам уходящего года и перспективам следующего. Подробности у наших коллег. Доклад митрополита Вениамина на Епархиальном собрании занял почти два часа. Для православных горожан самой интересной новостью, зазвученных архипастерем, стало, пожалуй, известие о том, что в районе детской областной больницы совсем скоро начнется строительство деревянного храма во имя Матроны Московской. На Пасху в нем уже планируется провести первую службу. А всего, по словам Владыки Вениамина, в Пензенской епархии, которая теперь после разукрупнения включает в себя семь районов области, 125 приходов и четыре монастыря. В 52 храмах службы совершаются чаще, чем раз в неделю. В 34 – один раз в неделю. В Спасопреображенском монастыре ежедневно служат по две литургии. Сделать все то, чтобы в каждом храме было служено как можно чаще. И в осветку не сыпаю, тогда начинается жизнь вообще не нормально, тогда мы можем больше уделять внимание людям. А люди могут больше жить в итульгической жизни. Особое внимание образованию священников в числе епархиального духовенства сейчас 120 человек, в монастырях трудятся 34 насельника. В семинарии на дневном отделении обучаются 30 воспитанников. По словам Владыки, если каждый приход хотя бы раз в три года подготовит одного кандидата в священники, проблема с кадрами будет решена. За труды по подготовке будущих пасторей протеерей Николая Грошева достойен медали Иннокентия Пензенского, а протеерей Александр Филиппов – архиерейской грамоты. Необходимые условия для получения священнического санта в ближайшее время встанет на отличие уровня образования, не ниже по подготовке варианта. Это города. Нет степени поклавы, нет степени семинарии. Воле-не более придется батюшке эти служить в сельских приходах. Также епархиальное собрание утвердило председателем отдела по связям с общественностью пресс-секретаря епархии священника Владимира Скоробогатова. За успешную работу поблагодарили сотрудников социального отдела и епархиального суда.